В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости эпидемическим паратитом или, как это еще называют, свинкой. Так, за первый квартал этого года в Бешкеке было зарегистрировано 122 случая заболеваемости свинкой, тогда как за аналогичный период прошлого года было всего 4 случая. Как отмечают в Минздраве, увеличение связано с тем, что большая часть населения не привита. Но, тем не менее, вспышка заболеваемости еще далека от эпидемии. Подробнее смотрите далее. Эпидемический паратит или, как в народе говорят свинка, острое инфекционное заболевание вирусной природы, при котором поражаются железистые органы и нервная система. Паратит распространяется при прямом контакте через предметы обихода или воздушно-капельным путем при разговоре, чихании и кашле. Паратитом, как правило, болеют дети до 15 лет, но сейчас в стране болеют по большей части именно взрослые. Так, на сегодняшний день по республике было зарегистрировано 370 случаев паратита, из которых 122 случая по городу Бешкек. Наибольшее количество у нас сейчас регистрируется где-то 64 случая по Баткенской области, 122 случая по городу Бешкек. Болезнь начинается с резкого повышения температуры тела до 38-40 градусов в течение 5-7 суток. Выраженная слабость, озноб, нарушение аппетита, головные боли. Отмечаются припухлость и болезненность одной или обеих слюнных желез. Увеличение заболеваемости связано с тем, что большая часть населения не привита. Так, после распада Советского Союза не было привито более 300 тысяч человек. Это связано с нехваткой вакцины. Среди них есть люди, которым не сделали прививки в возрасте 6 лет из-за отсутствия вакцины. Поэтому по рекомендации Республиканского центра иммунопрофилактики мы по рекомендации ВОЗ ввели с 2015 года вторую дозу. И вот это введение второй дозы, это дает популяционный иммунитет. И я хочу сказать, что именно на данный момент заболели также дети, это более 36%, которые только привиты одной дозой. И вторую дозу они не получили, так как по возрасту. Отметим, что сегодня в стране вакцины выделяются в достаточном количестве. И финансирование оказывается государством, так и при донорской помощи. Так, из бюджета ежегодно выделяется более 83 миллионов сомов на вакцинное обеспечение. Прививки от свинки делают два раза в возрасте года и шести лет, после чего у человека вырабатывается иммунитет к болезни. При этом на сегодняшний день существует прививочный сертификат, который необходим для того, чтобы отслеживать все свои прививки. И при отсутствии той или иной прививки сделать ее, даже если человек находится в России или Казахстане. В рамках косвизита Владимира Путина были подписаны международные медико-санитарные правила, для того, чтобы пресечь распространение инфекционных заболеваний. Сегодня мы являемся одним евразийским экономическим пространством, и нам доступны медицинские услуги и на территории стран России и Казахстана. И гражданам этих стран, проживающим здесь, долгое время также доступны эти прививки. На сегодняшний день существует тенденция отказа от прививок. Сейчас проходят разъяснительные мероприятия среди населения о важности вакцинации. Сотрудники Минздрава напоминают, что все наши прививки соответствуют всем нормам качества и могут защитить ребенка от болезней. Алина Хайдаршина, Джонтай Макенов, Пирамида.